Всем привет! Этот ролик будет посвящен интервью на Кукпэт. Меня зовут Ольга, мне 35 лет. Я из России, город Углич, Ярославская область. Мои конкретно такие увлечения, помимо кулинарии, это переводы спин-оффа по Мадоке, ну и занимаюсь еще как бы видеоблогингом. Скорее всего варенье какое-нибудь, по большей части я подозреваю из черной смородины, потому что мне очень нравится варенье из черной смородины. Я вообще люблю варенье всевозможное, но вот варенье из черной смородины, оно когда застывает, очень напоминает желе. Я даже никогда не задумалась на тему, какую конкретно кухню я готовлю или люблю, потому что меня периодически кидает. То на японские какие-то блюда, то русская народная кухня. Суп пюре мне нравится готовить. Я как-то предпочтений таких конкретных не отдаю, у меня иногда вот что-то в голову кидается. Но последнее время, за последние полгода, мне кажется, у меня в фаворитах это всякие разные блюда, внезапно вегетарианские. Хотя на самом деле я не то чтобы очень сильно люблю мясо, но я его ем. Не сказать, чтобы я вегетарианец, никак не вегетарианец, но вот заметила по самой себе какие-то такие вот блюда, именно как в вегетарианской кухне. Можно же сказать вегетарианская кухня. Если в составе блюда есть баклажан, то я его в жизни не приготовлю. Я заменю этот баклажан на кабачок, на что угодно, просто потому что в разные периоды жизни у разных людей в разных местах мне приходилось пробовать баклажаны. Я поняла, что баклажаны совершенно не люблю, как бы супер вкусно, изысканно они не были приготовлены. И вот я думаю, что, наверное, никогда в жизни, ну, может быть, когда-нибудь я полюблю баклажаны тогда, да, но на данный момент я точно не буду в ближайшее время ничего делать, где в составе баклажаны. Я даже опасаюсь лайкать рецепты, где есть баклажаны, потому что думаю, вдруг я лайкну, мне напишут и скажут, ой, Лёля, тебе понравился мой рецепт, давай его приготовим вместе. Его же потом есть придется. А там баклажаны. Ездила в Абхазию впервые в жизни, и у нас была довольно такая классная повариха, и она как-то подала к обеду на второе такое интересное блюдо. Там были или желудочки курицы, или что-то такое, или просто ливер, но он был очень-то вкусно приготовлен. Когда-то давно мы с мамой готовили торт птичье молоко, и все по рецепту, и все хорошо, но ожидания у нас были, конечно, такие. И это, оно не поднялось, там было, значит, это тесто бисквитное, как бы такая лепешка. Сверху было такой вот слой этого зефира в суфле, и еще там шоколад. И на самом деле оно было такое вот так, как не знаю даже с чем сравнить. В общем, мы с ней не то что разочарованы были, оно, конечно, вкусно получилось, но выглядело оно совершенно так, ну, не очень аппетитно. Не то, чтобы свое кафе открыть, но было бы круто открыть свое кафе, но только в том случае, что кто-то будет готовить по моим рецептам. А я просто периодически буду там под вдохновение готовить сама. Если бы был какой-нибудь конкурс от кукпеда, допустим, встретиться с японцами, кукпед же изначально как бы в Японии разродился. Почему я еще и люблю кукпед? Не только потому, что мне нравится готовить внезапно, а еще и потому, что он из Японии. Я вообще люблю Японию, нежно-нежно, надеюсь, когда-нибудь до нее доберусь. Если бы был конкурс какой-нибудь такой вот всемирный, кукпед же не только в России, в Японии, и приз бы был, допустим, даже, ну, или российский кукпед проводил бы такой конкурс. Один из призов бы был, что вот поездка в Японию и встреча с участниками японского кукпеда, ну, как бы вместе что-то приготовить. Я знаю, что такие бывают как бы на российском кукпеде, что встречаются там победители или как-то люди, или участники, не знаю уж как точно, но можно что-то в студии кукпеда российского приготовить. Вот мне было бы прикольно, если бы вообще классно, я бы считаю, мечта бы, наверное, такая сбылась, желание, что поехать в Японию и посетить вот это сборище участников японского кукпеда, и, допустим, были бы там участники кукпеда не только японского, но, допустим, русского кукпеда. Не точность рецептов, я думаю, что многие с этим сталкивались. Сам процесс, наверное, готовки, потому что иногда у меня бывает такая идея, что хочу что-то приготовить. Надо всё делать с удовольствием, получайте кайф от того, чем вы занимаетесь. Всем спасибо за внимание и всем отличного настроения, хороших проверенных рецептов. Всем пока!